Приветствую всех любителей фигурного катания, в ближайшие минуты о главных событиях дня. В Красноярске завершился четвертый этап Гран-при среди юниоров. Танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами. Победу одержали россияне Ирина Хавронина и Дарья Черезана. Их результат — 167,31 балла, еще один российский дуэт Софьи Леонтьевой и Даниил Горелкин выиграли серебро. За два дня фигуристы набрали 165,14 балла. А вот бронзу завоевали американцы Анжела Линк и Кали Пуэйн. Их выступление судьи оценили на 160,23 балла. Обратили на себя внимание канадские фигуристы Надя Башинская и Питер Бимон. В своей произвольной программе они выступили под композицией «Синий платочек», «Катюша» и «Калинка». Отмечу, что одним из тренеров пары является Юрий Разгуляев, который выступал в танцах на льду за сборную СССР. Результаты танцевальных пар вы видите на своих экранах. Ирина Хавронина прокомментировала победу на этапе юниорского гран-при. Она заявила, что чувства полного удовлетворения нет, потому что все спортсмены-максималисты, и им хотелось выиграть оба вида программы. У нее пока нет радости от победы, только накопившаяся усталость. Фигуристка думает, что сможет ощутить то, что их пара сделала только после церемонии награждения, но в любом случае они рады, что справились с ситуацией. Уточню, Ирина осталась недовольна из-за того, что сегодня дуэт занял второе место в произвольной программе и только тот факт, что дуэт имел преимущество после первого дня соревнований им удалось удержать лидерство. Лучшими в произвольной были Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Затем сильнейших выявляли девушки. Первой из россиянок на лед вышла Софья Самоделкина. Она занимала после короткой программы шестое место. Софья делает первый прыжок и приземляет четверной лутц, следующий прыжок и чисто исполненный четверной сальхов. Спустя некоторое время следует каскад четверной сальхов двойной тулуп и снова все выполнено на сто процентов. Также фигуристка без ошибок исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц тройной тулуп, на каскаде тройной лутцойлер тройной сальхов была ошибка, а тройной флип сделала чисто. Софья была довольна прокатом и получила за произвольную программу 141,63 балла. Сумма 202,39 балла. Она вышла на промежуточное первое место. Затем на льду появилась еще одна подопечная Сергея Давыдова Елизавета Берестовская, которая после короткой программы остановилась в шаге от тройки лидеров. Она с ошибкой исполнила четверной тулуп, но затем без единой ошибки чисто сделала тройной лутц, тройной флип, двойной аксель, каскады тройной лутц тройной тулуп, тройной риттбергер двойной тулуп, двойной аксель эйлер тройной сальхов. За прокат она получила 131,16 балла. Сумма за два дня 196,07 балла. Подопечная Евгения Плющенко Анастасия Зинина чисто исполнила каскад четверной тулуп, двойной тулуп, но ошиблась на сольном четверном тулупе. Затем фигуристка чисто выполнила тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц тройной тулуп, тройной флипойлер тройной сальхов и сольный тройной лутц. Судьи оценили прокат на 139,18 балла и Настя вышла в лидеры по итогам соревнований, набрав 206,20 балла. Далее свою произвольную программу представила Елизавета Куликова. Она занимала второе место после короткой. Лиза чисто исполнила сольный двойной аксель, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов, каскады тройной лутц ойлер тройной сальхов, а затем двойной аксель тройной тулуп и тройной риттбергер двойной тулуп. За произвольную программу она набрала 129,75 балла. Сумма 196,83 балла. Лидер после короткой программы Софья Акатьева завершала соревнование. Она начала программу с чистого исполнения тройного акселя, продолжила прекрасным каскадом четверной тулуп, тройной тулуп. Ошибка ждала фигуристку при исполнении четверного сальхова. После этого она спокойно сделала тройной риттбергер, но ошиблась на сложном каскаде четверной тулуп ойлер тройной сальхов. Каскад тройной флип, тройной тулуп сделан чисто. Программу прыжков завершил лутц в три оборота, с которым она прекрасно справилась. За прокат Софья получила 157,19 балла и одержала уверенную победу с результатом 233,08 балла. Она установила юниорский рекорд по количеству баллов в произвольной, а также по сумме короткой и произвольной программ. Прежние рекорды были установлены Камилой Валиевой, которая набрала 152,38 баллов в произвольной программе и 227,30 баллов в сумме на юниорском чемпионате мира 2020 года. Выступление российских девушек получилось фееричным, заняв первые пять мест турнира они не оставили конкуренткам ни единого шанса. Не могу обойти стороной выступления фигуристки из Индии Перри Шрохи. Она удивила красноярских зрителей своим прокатом. Она часто спотыкалась, а в протоколе короткой программы у нее стоят аксели флип в один оборот, а также каскад лутц тулуп тоже из одинарных прыжков. По правилам прыжки в один оборот не оцениваются, поэтому за технику она набрала 0,84 балла. Так судьи оценили ее дорожку шагов, за компоненты Шрохи получила 6,91 балла, а ее общая оценка составила 7,75 балла. За произвольную программу она получила 19,81 балла, сумма 27,56 балла. Перед тем как перейти к следующей новости, призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Этой ночью Александра Трусова выступила с короткой программой на турнире в США, этот прокат стал копией ее выступления на контрольных прокатах. Саша не смогла устоять на ногах при исполнении тройного акселя, затем чисто прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц тройной тулуп. За короткую программу она получила 74,75 балла и заняла первое место. Второе место у кореянки Парк Ян Джон, которая получила за свой прокат 71,07 балла. Замкнула тройку лидеров американка Габриэла Иза. У нее 63,93 балла. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что у Саши какой-то психологический блок на тройной аксель, ведь она не может делать его чисто на соревнованиях, а это серьезная проблема. Наталья и говорит, что нужно продолжать работать над этим прыжком, иначе могут возникнуть сложности на крупных соревнованиях, где будут все сильнейшие. Но по мнению Бестемьяновой тройной аксель в короткой программе все-таки нужно оставить. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также оценила выступление Александры Трусовой на турнире в Америке. Тарасова отметила, что Трусова очень хорошо катается. Это плюс к тому, что она прекрасно прыгает. Но Тарасовой не может понравиться выступление, когда человек упал. Хорошее катание, Саше стало лучше вращаться. Но Трусова, это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все. Она это может, сказала Тарасова. Чемпионка мира Мария Бутырская считает, что в этом падении нет ничего страшного. Саше надо делать этот прыжок, и она его сделает чисто, когда будет нужно. При пятичетверных тройной аксель она тоже сделает. Останавливаться нельзя ни в коем случае, надо дальше рисковать и идти на этот прыжок. У нее есть огромный запас в произвольной программе по сравнению с другими спортсменами, поэтому она должна спокойно выходить и пробовать. Тогда обязательно получится, сказала Бутырская. Также на турнире выступил российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. За ритм танец они получили 75,21 балла и идут на втором месте. Лидерами стали фавориты турнира американцы Мэдисон Хаббл и Захаре Донахью. У них 84,06 балла. Сегодня состоится произвольная программа. Танцевальные пары выйдут на лед в час ночи по московскому времени. Соревнования женщин начнутся в три часа ночи по Москве. Диана и Глеб выйдут на лед под номером 8. Александра появится на льду последней, под девятым номером. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.